Эта женщина обвинялась в том, что лично принимала участие и непосредственно виновна в уничтожении более полумиллиона человек. А история будущего кошмара Освенцима начиналась, как это не цинично звучит, практически аналогично и историям топчущей кобылы и фрау Абажур. Мария Мандель родилась в 1912 году в Австро-Венгрии, в сентябре 1938 года уехала в Мюнхен, а уже 15 октября была принята на работу охранницей в концентрационный лагерь Лихтенбург, Саксония. Там девушка себя проявила достаточно для того, чтобы ее заметило руководство и перевело в мае 1939 года в концлагерь Равенсбрюк. Там Мандель дослужилась до должности старшего надзирателя. После вступления 1 апреля 1941 года в нацистскую партию Энсдап перед Мандель открылись перспективы карьерного роста в рядах вспомогательных служб СС. Уже в октябре 1942 года ее назначили на пост начальницы женских лагерей Аушвиц-Биркинау, более известная под названием Освенцим. В лагере Мандель уже служила в чине соответствующим подполковнику Оберштурмбанфюрер СС. В ее обязанности входил контроль всех женских лагерей системы Освенцим. Мандель могла приказать убить любую женщину-заключенную, которая осмеливалась просто посмотреть на Оберштурмбанфюрера СС. Зверь Освенцима лично утверждала списки заключенных, подлежащих уничтожению. В общей сложности именно благодаря ее согласованием в газовые камеры отправились более полумиллиона женщин и детей. За ударный труд на Ниве уничтожения и заслуги перед Рейхом Мандель была награждена крестом за военные заслуги второй степени. Но Мандель не только подписывала бумаги. Одной из ее забав было разведение евреев-зверушек. Женщина отбирала несколько евреев, которые обязаны были выполнять все ее команды, бегать с поручениями, вести себя как зверьки и тому подобное. Когда питомцы надоедали, Мандель отправляла их в газовую камеру. Также Мандель поступала и с детьми, которые ей нравились. Известен случай, когда она взяла на руки выбежавшего из строя приговоренных малыша. Вымыла его переодела, водила везде с собой. Но спустя неделю игрушка надоела и была без жалости отправлена в газовую камеру. Прозвище «Меломанка» Мандель заслужила за то, что сформировала оркестр из евреек-музыкантов. Несчастным женщинам на самом деле искренне повезло, так как Мандель берегла свой оркестр и даже выделила для них специальный барак. Но цинизм использования музыки был в том, что оркестр был обязан играть бравурную музыку для тех, кто шел в газовые камеры, перед отправлением заключенных на работы и при возвращении с работ. В 1944 году Мандель была переведена в один из лагерей комплекса «Дахау-Мульдорф». После освобождения Германии Мандель бежала в Австрию и пряталась в горах. Однако в августе 1945 года была задержана и передана полякам. Польский суд приговорил зверя Освенцима к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение в январе 1948 года в тюрьме Кракова. Тело меломанки и одной из самых страшных палачей было передано в Краковский университет в качестве опытного материала для студентов-медиков. Продолжение следует...